Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Победы в такси ходили до начала 1962 года Потом их заменили уже Волгами в полном объеме Очень красивый автомобиль Который тоже был сделан по заказу уже следующего И вот эту Волгу со звездой Во всяком случае многие приезжают Мы такую и не видели никогда Вот это все покупалось Во-первых, во-вторых, я для этого Продал квартиру в Москве Когда понял, что у меня накопилось под окном 30 единиц техники 15 я сюда перевез Выбрали сначала до конца советского периода До 1991 года включительно Потом поняли, что часть Волг Москвичей выпускались-то и дальше И Жигулей в том числе Ну думаю, ладно, до конца 20 века А потом думаю, а-а-а Лиха беда начала Никсон американский Ему подарил в 1972 году Американский Кадиллак У него коллега Посмотри, сейчас Там сюжет очень длинный Ну, в общем, все Пойдет Пока вот Ну, вообще-то Ну, тем не менее В8 мотор, два карбюратора Очень здоровенный Бесспорно, самый флагман такой был Самый красивый Самый очень интересный автомобиль Главное, самый продвинутый в том плане Что агрегаты там стояли Большой здоровенный мотор В8 И автоматическая коробка И всякие электростекла И это в 1959 году Когда люди еще на велосипедах С моторчиком ездили А люди, вот, начальники Ездили на таких чайках Чайк ГАЗ-14 Сделано было совсем мало Две маленьких серии 600 и 500 единиц Всего тысячи Вот Тенешев То есть этот Валентин Дмитриевский Анатолий Валентинович И многому Условно говоря, для музея хватит Второе, значит Здесь должны быть еще Дополнительные прожекторы стоять Таблички Поехали пять экипажей Через старт был в Минске Приехали во Францию В провинцию Шампань Город Реймс Это севернее Парижа И оттуда стартовало Это соревнование 19 января 64 года Собственно, с севера на юг Поехали трое суток Ехали около трех тысяч километров Вот поэтому Я уже, конечно, туда никогда В жизни не попаду Понятно Но Там проводились Подривского Проводились Кстати говоря В 60-х годах Поскольку реально Мы сейчас стали Бонками Очень многие умирают Вот старики, коллекционеры А дети распродают это все Вот чтобы этого не случилось со мной То есть умереть-то мне все равно придется Когда-нибудь Вот Я на это и ориентируюсь Но хочется пожить подольше И что-то сделать Оставить коллективу И вообще Который этот музей Дальше здесь На этой территории Будет развивать дальше И содержать как-то Ну для этого Надо обязательно Вот таких людей Организовать В пределах В ближайших 10 лет Был по заказу Точнее по приказу Товарища Сталина В 48-м году Его начали строить И делать А запустили Мобили для больших начальников Зимов было сделано 20 тысяч С 50-го по 50-го Автомобили, которые Ну мы как Можно сказать Современное поколение Не застали На дорогах Именно в их Так сказать Естественной среде обитания А сейчас Их можно увидеть Здесь Конечно же Ну в такой Можно сказать Немного экзотической форме Даже то Что техника На самом деле Сохранилась И в таком состоянии Это уже хорошо Все-таки Это наша история И я считаю Что она уж точно Не должна быть Порезана на металл Все постепенно Забудется Как бы Все старые машины Уйдут с наших дорог Где их Вот сейчас Вот мои дети Допустим Там Парню 10 лет Он этих машин Не видел И нигде Больше не увидеть Только здесь В этом заброшенном Так сказать Уголке нашей родины Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok